История медицинского образования в республике началась в 1967 году. Первых студентов было всего 50. И вот Медицинскому институту Мордовского госуниверситета 55. За годы изменилось многое. Институт является основной кузнецей кадров для нашей системы здравоохранения. 90% всех тех, кто работает, это и влаши, и все естественные составы, и врачи, министр здравоохранения, все, и пять выпускников института. Это большая марта для нас, для нашего народного хозяйства. Давайте поблагодарим. Отпраздновать юбилейную дату решили проведением Всероссийской научно-практической конференции, поучаствовать в которой собрались представители 26 медицинских вузов страны, эксперты Министерства здравоохранения России. Говорить планируют о многом болевых точках в образовании для здравоохранения, взаимодействии вузов между собой, тех, что находятся в ведении Минздрава и Министерства науки России. Самая ключевая задача – это встретиться глаза в глаза руководителям тех медицинских структурных подразделений, которые считают в ведущих медицинских кадров в вузах не Минздрава России. И встретиться, ну вот, мне министр делегировал со мной как представителем Минздрава, потому что, коллеги, мы все находимся в едином контуре. Большой плюс отметили гости конференции. Статус научно-исследовательского университета и медицинский институт поддерживает это направление. С участием специалистов из Мордовии разрабатывали тот самый препарат, который стал первой помощью при заболевании коронавирусом. В связи с этим директора института Ларису Балыкову, которую управляет учебной организацией вот уже почти 10 лет, наградили орденом Пирогова. Нет слов, чтобы выразить огромную радость. Это большое счастье для меня. Получить такую высокую награду – это большая честь и огромная ответственность. Я искренне благодарю людей, без которых ни эта награда, ни достижение каких-то других результатов было бы невозможным. Звание, награды и благодарности федерального и регионального уровней получили еще 10 преподавателей медицинского института. Светлана Влашина, Евгений Фролкин. Наши новости.